Смотрите, со мной вместе на это диво. Вот солнышко подсвечивает, первые лучи пробиваются. Посмотрите, какая красота, божественна, да? Вот такая вот прелесть в моем окошечке. Ой, я прямо радуюсь, каждое утро просыпаюсь. Необычности этого вот явления в моей жизни. Вот этого сада в моем доме, в моей квартире. Я никогда не думала, ну, слышала о садах на крышах там, да? Вот о садах обычных, я саду сама росла в таком. Ну, чтобы вот в квартире сад сделать, я как бы не задумывалась никогда создать сад. А тут вот началось все с того, что купила семена в обе. И, в принципе, решила их посеять на улицу, вот, чтобы посадить. Рассаду посеяла дома, вот на рассаду семена посеяла. Ну, а дальше больше, дальше я увидела результаты. Не захотела с этим результатом расставаться. Захотелось посмотреть, что же будет дальше. Потому что я понимаю, на улице все это поломают, разломают, как на ничейной территории, грубо говоря. Как, когда нет хозяина, в общем, когда все общее, вот такое происходит. Вот. Ну, и поэтому я решила, думаю, да, я своих питомцев оставлю дома. Не хочу их на улицу выбрасывать. Вот. Уничтожение, как говорится. И вот тут такая красота. Они мне так благодарны, что я их оставила дома, что никуда их не отправила. Вот, смотрите, да? Какая красота. Вот. Такое окошечко моё в мир. Каждое-каждое утро. И гляньте, вот граммофончики, какие красивые. Ой, какая же это прелесть. Это и помеечка. И помеечка, моя маленькая девочка. Видите, какая красавица у меня. Вот она, куколка. Во всей своей красе. Вот она, она. Вот она, ласточка моя. Ой, их только тут много. Вообще, вот если смотреть, они все, конечно, повёрнуты к свету. Вот, видите. Они разворачивают свои цветы к свету. Вот. Я их не хочу тревожить. Очень красивые растения. Необыкновенно красивые. Вот. Ну, всё. Всем доброе утро. Хороших дел, добрых людей. Вот. Делайте только добро. Спешите делать добро. Не пакоститесь под тяжкой. Не делайте гадости другим людям. Как говорится, добро добром вернётся. Ну, а зло, сами понимаете. Вас сто крат сильнее зло возвращается. И когда человек обабахает, и очень сильно в жизни, то человек, любой человек, даже подлец, думает, что я сделал не так. Кого я обидел, где я что-то, что-то совершил ужасное. Ну, вот пока он покопается, пока он найдёт эту причину, он должен её отработать, как бы, по полной ему попадает. Так что, ребят, вот задумали зло сделать. Ну, побойтесь Бога. И, в принципе, все мы под Богом ходим. Вот вчера товарищ, несколько дней меня одолевает в Ройл, ходит. Хочет меня увидеть в Ройл. В общем, короче, прямо желание у него такое. Внезапно пишет, что я вот сейчас еду в Ройл, приезжайте. Ага, прямо сейчас вот. Прямо с полужара собралась и понеслась в Ройл. Ну, потом, в принципе, знаете, вот я начала с ним о Боге говорить, и переписывались мы. Вот, Сергей Матвеев, вот друг замечательный, там он сказал. Привет мне от Сергея Матвеева передал. Ну, я говорю спасибо. Вот, ему тоже привет. И, в принципе, ну, певец наш, который в Ройл поёт. Вот, брянский автор-исполнитель песен своих. Вот, и понимаете, ну, в общем, в принципе, я поняла, что со мной переписывается некто, у которого задача и цель, ну, посмеяться. И, в принципе, я человека, вот я стала с ним о Боге говорить, и вдруг такая мысль, а что, если поговорить с человеком? И мы с ним, я предложила поговорить, там замешательство, ну, и пришла мне ответка, сообщение с изменённым голосом. Такая программа есть в интернете, можно изменить свой голос. Вот, ну, ребят, ну, ну, женский голос есть, женский голос. Ну, хоть какой бы вас и ты на него не положи, интонации женские, манеры женского разговора. Поэтому, ну, в общем, ну, не будьте так глупы, и, в общем, занимайтесь делами. Вам, я вижу, заняться нечем, вот, в принципе, понимаете. Жизнь коротка, спешите делать добрые дела. Вот, а эти пакости, ну, я не знаю, ну, ответка вам придёт, я говорю, ждите. Ждите, ждите ответку, обязательно ждите. Она случится в вашей жизни, непременно. Вот такая красота, вот такая красота. Всем, всем добрых дел, добрых желаний, доброе исполнение этих желаний, добрых. Пока-пока, с вами была Леночка Желанкина, город Брянск.